Ещё два года назад, когда мы впервые встречались с Сергеем Тарасовым, он мог только мечтать о такой популярности. Сегодня же Сергей может уже много чем похвастаться. Создание канала на Ютюбе – это не единственное его достижение. Я создал свой блог, собственный, по модульному оригами. И на этот блог выкладываю разные уроки, схемы, мастер-классы. Они совершенно бесплатные. Любой человек, зашедший на блог, может спокойно сделать ту или иную работу с самого нуля. Сергей продолжает участвовать в различных краевых выставках, конкурсах, фестивалях, откуда чаще всего привозят первые места. Но несмотря на свою занятость и активную публичную деятельность, Сергей не забывает и про занятия с детьми. Теперь он преподаватель декоративно-прикладного творчества в Минусинском колледже. Сначала мне казалось трудно, но потом, когда я уже ознакомилась с этим, это стало легко и интересно и увлекательно. Я хочу это связать с тем, чтобы с детишками работать в дальнейшем. Меня привлекла эта оригами уже давно, так как моя подруга занимается вот этим. Вот она просто увлекается. И я всегда мечтала сделать лебедя. Он мне казался таким сложным. Когда я попробовала, это реально очень легко и просто. В основном время идет на изготовление таких вот модулей. Я тоже решила освоить технику модульного оригами. Прямо сейчас Сергей проведет для меня небольшой мастер-класс. Мы здесь делаем линию сгиба. Самолетик делали в детстве? Да, делали. Теперь вот так вот. Раз. На самом деле это казалось не так уж сложно. Работа кропотливая, но очень увлекательная. А главное, какие красивые изделия получаются. Сергей учит студентов создавать шедевры не только из бумаги. Не менее эффектные вещи получаются из древесной стружки, древесных опилок, а также восковых мелков с помощью утюга. Казалось бы, у минусинского преподавателя сбылось все, чего желал. Но Сергей Тарасов не намерен останавливаться. В планах смастерить большого китайского дракона и точную копию Абаканского храма, чьи сравноапостольных Константина и Елены. Надежда Савельева, Андрей Доржу, Новости, 7-й телеканал.